Всем привет, кто любит пчел! У нас вроде как зима началась, снег выпал, минус 5 мороз, пришел я сегодня на пасеку послушать своих пчелочек. Потому что пчел желательно слушать после каждой смены погоды, ну и периодически прослушивать как они зимуют, потому что есть такие семьи, которые постоянно гудут. Значит плохо зимуют, гудут постоянно. Вот сегодня будет видео о том, почему же гудут зимой пчелы. А вот такие вот сосульки появились на улье, прикольные. Первые в этом году. Послушаем как они себя там ведут, мои пчелки. Если семья хорошо зимует, то семью слышно, что они там есть, но так они себя тихонечко гудут. Если по улью немножко аккуратно стукнуть, вот так вот, то семья приходит в движение, загудела, погудела 2-3 секунды и остановилась. Если загула и тут же затухла, значит проблемы возможные. Если загула и не останавливается, значит тоже проблемы. А если постоянно гудит, трубочку всунули с тетоскопа, а она гудит как ненормальная, и гудит день, два, три, четыре, значит точно у семьи проблемы. Надо что-то делать. Итак, почему же гудут пчелы? Раз гудут, значит проблемы. Но сразу надо сказать, что пчелы могут несколько дней гудеть и при нормальной зимовке, при смене погоды. Потому что со сменой погоды меняется и микроклимат в семье, то ли холодно, то ли жарко становится, то ли воды много, и пчелы начинают работу по исправлению ситуации. И это нормально. Если семья гудит 2-3 дня после смены погоды, это все хорошо. Семья пчел выделяет тепло по типу газового котла. Вот газовый котел всю зиму стоит на фитиле, а когда надо нагреться, он включается. Точно так и пчелы. Они нагрелись и сидят на фитиле, немножко подогревается. А вот как подмерзло гнездо, они включаются, загудели, нагрели гнездо, температура поднялась до приемлемого уровня, и они опять встали на фитиль до следующего раза. То есть точно работает так, как работает газовый котел. И топливом для семьи выступает мед. Пока у семьи есть мед, она не замерзнет. И газовый котел, так сказать, работает без перебоев. А вот когда уже меду нету, или он стал для них недоступный, вот тогда начинаются проблемы. Ну сейчас пойдем к одной семье, которая там как-то плохо худела, мне не понравилась. Посмотрим, что они там делают. И заодно поговорим о том причины, ошибки зимние, почему уйдут пчелы. Выбежала уже меня кусачь, гнездо защищает. Но это хорошо, если пчелы защищаются, значит все у них нормально. Это первый признак того, что все хорошо. А первый признак того, что все плохо, это когда пчелы начинают выбрасываться из литка на снег. Вот такая вот семейка у меня здесь небольшая. Маленькая с запасной маточкой. В общем, обычно зимой проблемы как раз таки с этими маленькими семьями, запасными матками. Потому что сильные семьи зимуют нормально. И до нового года практически доживают абсолютно все семьи. Никаких проблем с ними нету, тем более с сильными. Ну а вот эти вот маленькие, бывает, ведут себя немножко неадекватно. И вот как есть подозрение на плохую зимовку, сразу надо открыть улей и посмотреть, что пчелки делают. Видно, пчелки активные. Это хорошо, потому что если пчелкам плохо, они голодные, они еле-еле по рамкам ползают, еле-еле лапки передвигают. Тут все хорошо. Даже иногда взлетают и пытаются меня ужалить. Видно, как понемножку я открыл им гнездо, начинает холод их давить сверху. И они потихонечку-потихонечку опускаются вниз, туда, где теплей. Замерзает понемножечку. И видно, как пчелки-пчелки-пчелки. Быстренько в улочки, в улочки, в улочки. И только что было целая жменька их здесь. А теперь уже видно планочка голая. Пчелки сбежали внутрь улочки. Сейчас еще минуточек-пять поснимаем, и они все туда опустятся. Сразу смотрим на то, в каком состоянии сами пчелы. Если у них сильно мокро в гнезде, они будут мокрые. Если они опоношенные, то сразу видно пятна поноса. Ну, тут вроде все хорошо. Ослышал я их плохо, потому что они не сильно большие. Ну, значит, такие они и есть. Такая у них, скажем так, порода. И сразу надо обратить внимание, где сидит основной клуб пчел. Если он сидит сверху рамок, значит, там внизу меда нет. Если только часть пчел сверху, то ничего страшного. Значит, так они сели. Пчелы должны находиться на рамках. Вот там вот, в серединке. Вот там вот на рамочках они должны и зимовать. Вот смотрит на меня пчела наглой мордой. А я на нее не менее наглый. Видно, пчелки в средине ячеечек сидят. Только задницы выглядывают. Греются таким образом. Но клуб пчел еще сидит возле передней стенки. К задней не сместился. А значит, проблем никаких нет. Вот когда они будут смещаться к задней стенке, значит, корм у них кончился. Но это смещение должно произойти не раньше февраля месяца. Числа 15 февраля, около того плюс-минус, пчелы всегда убегают в средину гнезда. Отходят от стенок, от передней и задней. И бегут в средину улья. В самое теплое место, где начинают выращивать расплод. Пока еще рано туда бежать. Только первый месяц зимы. Поэтому, если вдруг увидели, что пчелки начали движение вдоль рамок. Тоже плохой признак в начале зимы. Ну хорошо, у этих товарищей все прекрасно. Пойдем к другим товарищам. Посмотрим, как те себя там чувствуют. Еще одни зверятка. Но это такие зверятка, у которых может произойти и убийство по неосторожности. Нервенные зверятка эти. Более активные, чем те. В клубе им не сидится. Им надо куда-то лететь, кого-то жалить, допустим, меня. Чтобы я не шастал им по улью. Но, тем не менее, пчелы чистые, сухие. Все у них хорошо. На стух отзывались плохо. Но, в принципе, все нормально. Сидят внизу, сверху никого нет. Меда хватает. Так вот, первая причина, по которой пчелы начинают гудеть. Это недостаток меда. Или, вернее, недоступность меда для пчел. Потому что мед в улье может и быть. Но пчелы могут не иметь возможности его взять. О чем немножко позже я расскажу. В конце видео. Вторая, самая глобальная причина, по которой гудут пчелы целую зиму. Это болезни. Допустим, нозематоз. Когда их беспокоят болезни, клещ, нозематоз, пчелы целую зиму начинают гудеть. Но, когда нозематоз их уже одолел окончательно. И находятся уже тогда, скажем, в очень прогрессивной стадии. То тогда они уже не гудут. А издают такой специфический дребезжащий звук. Потому что крылышки у них слиплись. И они уже нормально гудеть не могут. И запах из улья, соответственно, кислый, такой противный. Так что нозематоз определяется сразу. Третья причина и ошибка пчеловода. Почему гудут пчелы плохая вентиляция. Если у пчел плохая вентиляция, а пчелина семья выделяет очень много воды при дыхании. Клуб дышит. Выдыхается воздух вместе с водой. И воды очень много. Даже больше, чем вы можете себе представить. Если хочется узнать, сколько пчел выделяет воды, возьмите жменьку пчел и посадите их в баночку. Либо в пластиковую тару. Пробейте отверстие для дыхания. И пусть они там несколько дней посидят. Увидите, сколько конденсата будет на стенке. Сколько пчелы выдыхнут воды. О, нервные такие. Я же ничего не делаю. Я просто сижу здесь, свечу фонариком, снимаю вас на камеру и с вами разговариваю. А вы мне трындюлей хотите дать, негодницы. Поэтому плохая вентиляция улья это бич зимний. Если сплоховались с вентиляцией, пчелы не могут удалить воду, будут гудеть и будут мокрые. Ну, соответственно, будут мокрые, будут замерзать. Это очень плохая ситуация. Но у меня на пасеке такой ситуации практически никогда не бывает. Потому что вентиляцию улья я отдаю на откуп самим пчелам. То есть сами пчелки у меня сами занимаются своей вентиляцией. Что хотят, в общем, то и делают. И, как правило, пчелы организуют вентиляцию сами. И, как правило, даже лучше, чем я могу это сделать своими руками. Потому что что-то я, наверное, не знаю. И они знают лучше. Поэтому насчет вентиляции я обычно особо не заморачиваюсь. Просто даю возможность пчелам самим ее сделать. Они сами решетки запрополисовывают, сами разгрызают, сами себе литочек делают, какой им надо по диаметру. И, в принципе, все проходит гладко. Еще одна очень интересная причина, на которую очень мало обращают внимания, это углекислый газ. Потому что пчелы дышат, выделяют углекислый газ. Вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ. И вот этот углекислый газ, он может удоражить семью пчел. И мало того, что удоражит, он может вынудить ее подняться кверху рамок. На мед, который запечатанный. Потому что пчелы, как вы знаете, зимуют в ложе клуба. То есть на распечатанных ячейках. И две трети клуба сидят на распечатанных ячейках на ложе клуба. А одна треть клуба сидит на запечатанном меде. Отогревает его. И отогревший мед тогда уже распечатывает и поедает. Потому что холодный запечатанный мед пчелы взять не могут. Так вот, если углекислый газ выдавил пчел наверх, а углекислый газ тяжелый, он опускается вниз улья на дно. Пчелам там дышать нечем. Он их выдавливает этот углекислый газ наверх. Они хотят дышать. Поднимается туда, где кислород. Попадает на запечатанный мед все вместе, всем клубом. Соответственно, взять мед не могут. Пока его не отогреют и не распечатают. На это нужно время. И вот тогда пчелы начинают гудеть. Гудеть. Но тогда они сидят сверху на запечатанном меде. Так что, если вы увидели, что пчелы сидят на запечатанном меде сверху, может быть проблема в углекислом газе. Углекислый газ такая штука, которая имеет большую проникающую способность и способна проходить через деревянные стенки улья и выходить через нижний литок. Потому что углекислый газ тяжелый, газ тяжелее воздуха. Обычно такая ситуация случается, если закрытый нижний литок или его замело снегом. То есть нет дырочки нижнего улья, нет куда выйти к углекислому газу. И вот этот вот самый углекислый газ может явиться большой проблемой для зимовки пчел. За этим надо следить. Я не скажу, что это очень частая проблема. Обычно ее, скажем так, за всю зиму ни разу так и не бывает. Но если вдруг, то тогда кранты. Сам по себе углекислый газ, он для пчел даже несколько полезен. Потому что он действует на пчел усыпляющие. И вот они как наркоманы надышатся этого углекислого газа. Прибалдеют. Он действует на них усыпляющие. И они тогда спокойненько себе прибалдевшие зимуют. Никаких проблем с этим нет. Но вот когда его очень много, то тогда начинается проблема вообще с дыханием. Так что с одной стороны углекислый газ штука полезная. С другой стороны может стать причиной нехороших вещей в семье. Следить в общем надо за состоянием пчел. Так, ну зря я беспокоился. Все у пчел пока нормально. Зимовка идет своим ходом. Все пока хорошо. Все чудесно. Сидим. Ползает у меня по уху уже пчела под маску залезла. Сейчас мне даст трендюлей. Если я не успею ее сухо снять. Даст или не даст. Вот в чем вопрос. В общем такое было сегодня видео. Такая основная причина гула пчел зимой. Недостаток или недоступность корма. СО2. Вода. И болезни. Так что следите за своими пчелками. Особенно когда меняется погода. В какую-то из сторон. Либо холоднее становится, либо теплее. Но самое главное сильная смена погоды. СО2. СО2. СО2.